Узор цепочка. Вяжется очень легко и просто. Узор состоит из 9 петель, плюс изнаночные петли для того, чтобы отделить рисунок от общего полотна. Количество изнаночных петель по вашему усмотрению. Из набранных петель провязываем 8 рядов. Из них по лицевой стороне вяжем лицевыми петлями, по изнанке – изнаночными. После провязывания 8 ряда переходим непосредственно к самому рисунку. Провязываем изнаночные петли. Затем провязываем 3 лицевые петли будущей косички. Дальше центральные 3 лицевые петли. Нам их надо провязать 9 рядов. Для удобства я их снимаю на отдельную спицу. И теперь провязываем 9 рядов. 5 лицевых и 4 изнаночных. По лицевому ряду лицевые петли, по изнанке – изнаночные. Первую кромочную петельку сняли. 2 изнаночные вяжем изнаночными петлями. Развернули вязание. Первую петлю снимаем. 2 лицевые провязали. Провязали 9 рядов. Получился вот такой жгутик. Убираем его вперед для удобства. Теперь 3 петли с правой спицы переснимаем на дополнительную спицу. и отбрасываем назад за работой для удобства. Переснимаем 3 лицевые петли с левой спицы на правую. Затем переснимаем петли жгута. Теперь первые 3 петли с правой спицы, которые мы оставляли за работой, переснимаем на левую спицу. И уже их провязываем лицевыми петлями. Таким образом мы переплели косичку. Далее провязываем изнаночные петли и поворачиваем вязание. По изнаночной стороне мы вяжем петельки так, как они идут по рисунку. Косичку вяжем изнаночными петлями. Только обратите внимание, что некоторые петли косички надо вязать за переднюю стенку, а некоторые за заднюю, чтобы по лицевой стороне петли не были перекрученными. Вот, например, первые 6 петель косички провязываем изнаночными петлями за переднюю стенку, а оставшиеся 3 за заднюю. Это даже видно по схеме вязания, как они ложатся. Дальше заканчиваем наш ряд по рисунку. И начинаем все с самого начала. Восемь рядов обычное вязание лицевой глади, а на девятом провязываем жгут и переплетаем косичку. Все легко и просто. Удачной вам работы! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok